Разносили мы их по Бархатово, Ченоково, Кендюково. Общая численность газет, ну, тысяч, наверное, 10 получается точно. В Бархатово и соседних посёлках и народу-то столько нет, но выборы есть выборы. Агитационные газеты Сергей Вержбицкий разносил по многу раз. Функционеры партии «Возрождение села» обещали рассчитаться после голосования, но прошло три недели, а долг в 27 тысяч до сих пор не погашен. Сергей думает, что его и других агитаторов просто обманули. Подозревает, что в партии очень расстроились поражению на выборах и поэтому не хотят платить. По данным Сергея, не заплатили не только в Бархатово. Общий долг по Берёзовскому району больше 200 тысяч рублей. Долг очень критичен, потому что, как бы, может быть, мне он не очень-то нужен, как бы я человек работающий. Вот и со мной ходили девушки, работали, которая с детьми и беременная одна ходила. То есть я думал, что им деньги всё-таки нужны. Это те самые молодые мамочки, которые тоже агитировали за партию «Возрождение села». Никаких договоров не заключали, поверили политикам на слово. Всё-таки лидеры партии Борис Мельниченко и Олег Пащенко – люди для края не новые. Думали, не обманут. Обидно, взяли, вот так вот и кинули. Работали, работали девчонки, малышей бросали. Ну, как-то так. Ну, реально много было работы? Ну, конечно, много. Побегайте по этажам, людей пововлекать. Ну, как бы тоже мало приятного. В партии «Возрождение села» признают невыполненные обязательства. По телефону Борис Мельниченко говорит, что с людьми рассчитаются сегодня вечером. Вместе с тем, по нашим данным, и другие проигравшие партии кандидаты остались должны своим агитаторам. Явление это распространённое, говорит председатель края избиркома Константин Бочаров. Он называет это политической коррупцией. Это вызывает только сожаление, что люди отдали силы, своё свободное время на поддержание, простите, штанов некоторых кандидатов. А они вот таким образом, на мой взгляд, совершенно бессовестно обманули своих же людей, по сути, своих же избирателей. Жалобы агитаторов косвенно указывают на нарушение избирательного законодательства. Трудовые отношения с партиями пропагандисты никак не оформляют, деньги получают в конвертах. Хотя, по правилам, все средства должны проходить только через специальный счёт. Но пока и партиям, и агитаторам эта система выгодна, она будет существовать. Не пропадут и агитационные материалы. Населяне хорошо идут на растопку. Виталий Поляков, Алексей Егоров. Афонтова новости.